Все, что происходит в нашей жизни, не случайно. Любое решение, которое мы приняли, приводит нас в то место или к тем людям, которые и должны были так или иначе оказаться в нашей жизни. И также все, что каждый делает сегодня, будет иметь влияние на его будущее. Однажды, отдыхая и просто прогуливаясь, одна девушка нашла мешок, связанный веревкой. У нее появилось ощущение, что в данном мешке кто-то сидел, но потом убежал. Кто же это мог быть? Интуиция ее не подвела. Спустя короткое время она увидела маленького, одиноко сидящего щеночка. И у девушки мелькнула мысль, что именно он и был узником этого мешка. Вторая мысль сразу пришла на смену первая, если щенков в мешке было больше, чем этот один. Она стала осматривать все вокруг. И что бы вы думали? Обнаружила еще трех малышей. Все были в крайне плохом состоянии. Все говорило о том, что щенки долгое время находились одни и без всякого присмотра. Вон какие истощенные и изможденные. Сестра девушки, которая нашла щенков, является владелицей приюта для бездомных животных. Она предположила не исключено, что поблизости находится и мать этих бедолаг. Начались поиски. Но они оказались безрезультатными. Тогда сестры отвезли найденышей в ветеринарную больницу. После того, как их там осмотрели, предстояло заняться восстановлением здоровья этих узников из черного мешка. В приюте всем малышам нашлось место. Здесь их прекрасно кормят, следят за здоровьем, воспитывают. Но все равно песикам нужен постоянный дом и любящие хозяева. Однако это не так-то просто выполнить. В приюте обитает уже много бездомных собак и кошек. Сестры понимают, что найденышам может и не повезти. И та сестра, которая нашла в мешке собачек, дала слово, что будет оплачивать содержание щенков, в приюте и своих личных средств в том случае, если никто из людей не захочет взять их себе. Дорогие друзья! Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал где найдете еще много интересного и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.